МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Перочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с предпринимателями республики на площадке предприятия ЭКРА. За круглым столом представители власти малого и среднего бизнеса открыто обсуждали накопившиеся проблемы. Что сейчас мешает развивать предпринимательство, отчего у бизнесменов все еще остается осадок. Обо всем по порядку. Моя коллега Ольга Григорьева. Надеялись на лучшее, но готовились к худшему, дает понять в начале деловой встречи глава Чуваши Михаил Игнатьев. Собрали налогов в консолидированный бюджет республики на 8% больше, чем ожидали. Это в условиях, когда экономика подавала беспокойные сигналы. Хороший знак для власти, по ощущениям которой, в республике создан благоприятный климат для малого и среднего бизнеса. В 2010 год, когда приступал, созданы были в определенной степени неравные условия для развития предпринимательского дела, для развития малого и среднего бизнеса. Были определенные компании, в основном они пришедшие со стороны, уводили миллиарды рублей, сотни миллионов рублей. Понятно, есть уголовные дела, но в конечном счете никакого возмещения материального ущерба не было. На сегодняшний день, в принципе, для всех предпринимателей, и кто хочет начинать формировать или создавать свое дело, создаем или стараемся, стремимся создать равные условия. Однако, даже в благоприятной среде существуют неблагоприятные моменты, которые тормозят развитие бизнеса. А это значит, что отдача в бюджет на всякого рода социальные программы будет ниже. У предпринимателей трудности с возмещением НДС и большие надежды на смягчение кредитной политики. Кредиты по-прежнему дороги. Есть и другие злободневные вопросы. Членство России в ВТО изменило систему господдержки отечественной промышленности. И начиная с этого года, предоставление новых прямых субсидий экспортерам будет запрещено. В помощь бизнесу действуют самые разные формы государственной поддержки. Они хорошо известны собравшимся в зале. Ими охотно пользуются, к примеру, чтобы заменить устаревшее оборудование. С вводом нового удается поднять производительность труда и зарплату работникам. За круглым столом предприниматели рассказывают и о конкретных проблемах. Земля и здание в собственности, но по участку идет красная линия, говорит руководитель предприятия Анатолий Иванов. Ею администрацию городов и районов размечают существующие и планируемые границы территории общего пользования. А такие нельзя приватизировать. Выходит, здание нужно снести и перемести за красную линию. Они хотят строить. Они хотят вложить свои собственные заработанные деньги. Никакого криминала нет. У нас люди бывают, отмывают там, строят, заканиваются, все. И все красота значит. Поэтому прошу оказать содействие по всем направлениям. Большинство бизнесменов на практике сталкиваются с проблемой продления договоров аренды земельных участков, а также с их оформлением в собственность. Прозвучавшие вопросы были взяты на карандаш. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня коллегия МВД по Чувашии подвела итоги работы правоохранительных органов за прошлый год. Министр внутренних дел Сергей Семенов отметил, что в 2013 году число зарегистрированных преступлений заметно сократилось. Оперативная обстановка в республике улучшилась. Общими усилиями удалось добиться повышения результативности раскрытия краж, автоугонов, мошенничеств, хулиганств, поджогов, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Прошлый год был насыщен масштабными общественно-политическими событиями. День республики, фестиваль родники России, фейерверков, массовые зарядки, многочисленные спортивные старты. При проведении всех этих мероприятий грубого нарушения порядка допущено не было. Вместе с тем отметили на коллегии, растет число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенно в Янзиковском районе. Выросла и доля так называемой пьяной преступности. Генерал-майор полиции Сергей Семенов также отметил, что наряду с тенденцией снижения количества ДТП, возросло число погибших в авариях, совершенных нетрезвыми водителями. В тех местах, где установлены средства видео и фотофиксации нарушений, аварийность практически сведена к нулю. Было также отмечено, что жители республики стали больше доверять и помогать сотрудникам органов внутренних дел. Согласно опросам, 35% человек готовы оказать посильную помощь. В 2012-м таковых было на 10% меньше. Глава Чуворской республики Михаил Игнатьев также дал положительную оценку деятельности органов внутренних дел. По сравнению с другими регионами Российской Федерации, в принципе, вы отработали достойно, есть успехи, есть соответствующая остынка и занимаете восьмое место. По официальным данным за 11 месяцев прошлого года, мы ее планку не имеем права снижать, нам нужно эту планку сохранять. Поэтому я урожаю вам признательно за ваш труд, за высокий профессионализм и ответственность, которыми вы подходите к своей работе. За эффективную и качественную работу между муниципальным отделом МВД России Вурнарский и Комсомольский объявлена благодарность главы Чувашской республики. Заслуженные награды получили лучшие работники ведомства. ДТП случаются не только по вине нетрезвых водителей. Порой причина – несоблюдение правил дорожного движения или плохие дорожные условия. Три человека погибли, еще четверо получили травмы. Серьезная авария произошла сегодня утром в Цивильском районе. Около восьми часов утра два легковых автомобиля столкнулись на трассе А-151 у деревни Сюрбеева. Чтобы извлечь из покорежных машин пострадавших, спасателям пришлось использовать специальные инструменты. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняется. Стали ли причиной погодные условия, пока неизвестно. Но так или иначе, на дорожную обстановку в регионе сильные снегопады повлияли. Всего минувшей ночью на очистку магистральных дорог задействовали более 80 единиц спецтехники и бригаду рабочих. Основные силы брошены на уборку дорог к первостепенной значимости тротуаров и остановок. Метель создала определенные сложности. Из-за сильного порывистого ветра результаты работы дорожников заметала буквально на глазах. Практически бесполезной оказалась нанесенная на дороге песчано-соляная смесь. Ветер сметал ее с проезжей и тротуарной части. Не отработавший положенный срок реагент не спас от образования гололедицы. Уборка дорог продолжалась весь день. В дневную смену на улице города вышло более 90 единиц спецтехники, 95 человек рабочих. Но в дневное время суток работу спецтехники осложняет плотный поток движения автотранспорта. К другим темам. Незаконных мигрантов, которые приезжают в Чувашию, теперь будут помещать в спецучреждение. В январе начал работать спецприемник для временного содержания граждан, которые подлежат высылке за пределы России. Сейчас там содержится гражданин Узбекистана, 83-го года рождения. Решением Ленинского районного суда его доставили в спецучреждение за то, что он нарушил правила въезда в Россию. Теперь до отправки домой молодой человек будет находиться в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. Спецприемник рассчитан на 35 мест. Штат составляет 46 человек. Сегодня в Чувашии дали официальный старт Году культуры. На торжественном открытии в театре оперы и балета собрались работники отрасли. Артисты, художники, сотрудники музеев. С праздником их поздравил глава республики. В фойе театра оперы и балета сегодня выступали известные эстрадные коллективы. Служители Мельпомены разыгрывали перед гостями представления. Художники выставили свои лучшие картины. На импровизированную выставку сотрудники национальной библиотеки привезли редкие книги. Церковные издания и рукописи. Самый старый экземпляр, который сейчас хранится в отделе, датирован 1643 годом. Чтобы продлить жизнь древней литературе, ее страницы обрабатывают растворами и оборачивают в специальный бескислотный картон. Когда они к нам поступают в отдел, они в таком состоянии. А в итоге можно получить вот такую книгу. Вот книжечка, например. Книга отреставрирована в нашей библиотеке. Можно увидеть вот такие маленькие отрывки даже. И обложка, она сделана заново вся. В своем выступлении глава региона вспомнил об известных земляках, произведения которых до сих пор называют культурным достоянием республики. Но в этой прияде должны появиться и новые таланты, отметил Михаил Игнатьев. В этом году в республике планируют отремонтировать многие учреждения. Филармонию, театр, опера и балета, дворец культуры «Салют». 2014-й будет богат и на культурные события. В республике пройдут масштабные фестивали, концерты, выставки. Вот культуре мы, конечно же, должны говорить не только о высших формах искусства, литературе, музыке, живописи, но и о культуре общения и поведения, культуре труда и производства. Постоянное поручение культуры в самом широком смысле этого слова должно стать в нашей республике нормой. Кто был первым военным комиссаром нашей республики? Теперь это запомнят все, кто будет проходить мимо здания военного комиссариата в поселке Кугесе. Там появилась мемориальная доска. Старшее поколение еще помнит, но о молодежи нужно напоминать. Видимо, так решили военном комиссариате Чувашии по Чебоксарскому и Мариинско-Пасадскому районам. Теперь узнать имя, годы жизни первого военного комиссара Чувашии и посмотреть на его фотографию можно при входе в здание ведомства. Иван Ефимов стал военным комиссаром всего лишь 24 года. Обстановка в стране была непростой. Шел 1920 год. Тем не менее, ведомство Иван Ефимович Ефимов возглавлял 5 лет. Кстати, судя по всему, его потомки дело знаменитого родственника не оставляют. Я, конечно, сегодня очень рада, что пригласили нас на этот праздник, на открытие мемориальной доски Ефимова Ивана Ефимовича. Он является моим родственником, моим дядей. Так как я работаю в военноучетном столе в Атлашевском сельском поселении, я думаю, продолжаю работу военного комиссариата. И желаю детям, внукам, чтобы продолжили нашу работу. Мордовские просветители из чувашского народа. В одном из сел и Бресенского района вспоминают о своем известном земляке. Завтра исполнится 150 лет со дня рождения Макары Евсевьева. Профессор внес огромный вклад в развитие и сохранение мордовской культуры. Именно он составил букварь, которым до сих пор пользуются в школах Мордовии. Наша съемочная группа побывала на родине просветителя. Там создан музей, в котором собрали труды и уникальные фотографии. Несмотря на то, что Малые Кармалы расположены на территории Чувашии, многие местные жители владеют и чувашским, и мордовским языками. Раньше эти земли входили в состав Симбирской губернии. И только 90 лет назад село появилось на карте Чувашской республики. Именно здесь прошло все детство будущего просветителя. Уже с ранних лет он начал познавать культуру мордовского народа. Песни, сказки, легенды. Правда, учиться ему приходилось за семь верст от дома в деревне Ширауте. Это расстояние он преодолевал каждый день пешком. Кто знает, как бы сложилась его судьба, но экзамены в школе у Макары Евсевьева принимал лично Иван Яковлев. Когда учился в Казанской учительской семинарии, он тоже держал связь с Евсевьевым. В письмах Яковлева Ильминскому упоминается как раз там Макаре Евсевьеву. Учительскую семинарию он окончил с отличием, а позже Евсевьев получил диплом Казанского университета. Именно тогда было положено начало его научной деятельности. В летнее время он добирался до самых отдаленных мордовских деревень. Фотографировал местных жителей, изучал их быты, костюмы, собирал фольклор. Эта работа вылилась в пятитомник «Избранные труды». Полностью литературная мордовская грамматика – это основано на грамматике Макаре Евсевьеве. Хотя некоторые с этим пытаются поспорить, утверждая, что к мордовской грамматике он не имеет никакого отношения. Несмотря ни на что, труды профессора до сих пор пользуются популярностью. На малой родине Макара Евсевьева в селе Малые Кармалы его именем названа Центральная улица. Именно здесь, на месте уже этого кирпичного дома, он родился и проживал долгое время. В республике Мордовия к своему просветителю тоже относятся с почетом. В Саранске, педагогическому институту, тоже присвоено его имя. Мордовский пединститут имени Евсевьева окончили многие его земляки, которые сейчас преподают в школе села Малые Кармалы. А Зинаида Яковлева даже была знакома с сыном профессора. В институте про него много знают и много документов. Я туда поехала, много о нем, например, не знала. А именно там, в институте, вот, прочитала, увидела. Изучают его труды студенты Мордовского вуза. Не раз на экскурсию в Малые Кармалы приезжали делегации из Саранска, чтобы увидеть поочию, где жил человек, который изучал незнакомую для многих культуру. Андрей Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Если вы не спортсмен, а медаль на грудь повесить непременно хочется, то у вас есть шанс. Нужно всего лишь сделать что-нибудь очень полезное для Чебоксар. В недалеком будущем медали будут вручать в качестве признания заслуг перед городом. Конкурс на эскиз награды уже объявили. Требование следующее. Медаль должна быть оригинальной и непременно с надписью «За заслуги перед городом Чебоксары». Кроме того, символика медали должна носить наградной и почетный характер. Так указано на портале правительства. Кстати, определенные требования предъявляются и к тому, как должен быть оформлен сам эскиз. Это плотная бумага формата А4, материалы гуашек, варель, либо компьютерная графика. Отразить нужные лицевую и оборотную сторону медали. Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 февраля. Победителя, кроме славы и почета, ждет денежная премия в размере 15 тысяч рублей. Ну а что же такого нужно совершить, чтобы получить медаль, пока нигде не указывается. Сегодня в Чебоксарах подняли купол на церковь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Она расположена во дворе психоневрологического диспансера. Небольшой храм Серафима Саровского. На четвертом этаже клиники уже не вмещает всех желающих. Поэтому почти 8 лет назад приняли решение построить на территории больницы большую церковь. Новый храм будет деревянный. Священник Михаил Павлов считает, что такие постройки характерны для России. Они отражают русский характер. Три года в епархии занимались проектировкой, собирали пожертвования. А осенью начали строительство. Сегодня, конечно, уже предпразднество будущего освящения. Потому что установка купола, конечно, делает храм уже даже видимым. Одними из первых прихожан церкви станут и работники больницы. В клинике работают две сестры милосердия. Мажем святым маслом их, крапим святой водичкой, беседуем с ними на духовные темы. Мы готовим их к причастию раз или два раза в месяц службы, находим свободных батюшек. На Руси списки чудотворной иконы особо почитались. Многие верующие молились Божией Матери-скоропослушницы. И она избавляла от кораблекрушений, мора и других бедствий. Освобождала от плена, исцеляла больных подучей и беснованием. Уже в феврале церковь собираются открыть для посетителей и осветить. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Умыться святой водой можно будет и в этом храме. 33 купеля организованы на водоемах Чувашии для крещенского купания. Почти такое же количество при церквях, храмах на святых источниках. Но МЧС предупреждает, лед нынче тонкий, надо быть предельно осторожным на водоемах. Три крещенские купеля откроются в Чубаксарах в ночь на 19 января. Все они будут находиться около Свято-Троицкого мужского монастыря. Сегодня все ответственные службы проверили их безопасность. Толщина льда на Волге практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Из-за этого уменьшили количество купелей и приняли необходимые меры безопасности. Здесь организованы турникеты. Силами полиции будет организован определенный порядок посещения. То есть где-то человек по 20 будет проходить на купели, чтобы нагрузка на лед не превышала допустимых ограничений. Волга за ГЭС практически не замерзла. Поэтому в Новочебаксарске и вовсе не разрешили организовывать купели на реке. Искупаться жителям города спутника можно будет в бассейне спорткомплекса, либо в купели при церкви. В отличие от стихийно организованных купелей, официальные будут безопасными и комфортными. В Чебаксарах на месте будет организовано круглосуточное дежурство спасателей, медиков и полицейских. Пункт обогрева посетителей. Желающим искупаться в крещение, спасатели настоятельно рекомендуют приходить трезвыми. Сами сотрудники МЧС купаться тоже будут. Я тоже буду купаться обязательно. Традиционно, ежегодно. Как сотрудники наши, ребята, тоже закаляться полезно для здоровья. Особенно в такой день. А вот горожане не спешат нырять в прорубь. Будете купаться на крещение? Нет. Почему не купаетесь? Я неверующий, я атеист. Ну если только в ванной там, с пеной. Нет, я дань моде не отдаю. А вы считаете, что купание в крещении это мода? Духовно быть готов очень сильно. Нет. А почему не купаетесь? Не знаю. Хочу, но кажется, вода холодная. Ну не знаю. У нас у себя в районе источник есть. Мы ходим туда. Летом купаемся, но зимой как-то может боимся. Сегодня только, кстати, говорили, зачем надо пробежку перед тем, как окунуться. А не сразу плюх и готово. Вы будете купаться на крещение? Обязательно. А для чего вы это делаете? Для удовольствия. Обязательно. А для чего вы это делаете? Что для вас это значит? Самое главное – здоровье. Для здоровья? Да, и очищаешь это. Ну да, а жесть – большое желание. А для чего вы это делаете? Что для вас это значит? Нравится. Как бы сказать, последствия нравятся. Эффект приятного ощущения. После купания. Спасибо. По данным служб безопасности, около 25 тысяч человек в Чувашии примут участие в крещении Господнем. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Завтра, 18 января, журналистское сообщество Республики отметит День российской и чувашской печати. Наш канал будет вести прямую трансляцию с этого события. Начало в 10.30. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова